Коли, скажем так, тут есть дата 17 века 2006 года, это коли были выборы, коли Милинкевич ушел на выбор. И я, когда я працал на заводе Атлант на холодильниках, и мне такой был, это было нечто такое мистичное. И, помните, они не заборонили там сбираться, там, и они всех скинули на эту площадь Бангалор, туда, и прислали смс. Не смейте туда ходить на площадь Бангалор, там будут взрывы, там будут... Многие из рабочих не избирались идти, но я, коли я тримал так вот с погрозами, не думайте, туда ходить, там будет провокация, тут же хлопцы за того, кто пошли туда, значит, на Бангалор. Я не люблю, коли мне пугают, ну, полежка такая натура, запугать немогчимо, коли пугают, ешь на рожон. И я, помню, там было там, ну, цикаво было, много шмак народу было, все, али после этого мне так неиздалось, как они мистичные, что это их битцам уже некие ганты, Христо, ладно, за кухнями. И написался этот верш. Я не помню, островок Воли стоял на площади, яку потом назвали, Калинововская колегата дворца. Я туда каждый день ходил, я в масштабе працавал, еду на работу, захожу туда, гляжу, там, что робится. Еду за работой ранец, и снова заходил. Ну, цикаво было той период. А верш написался так, я прочитаю. Я этот верш, сейчас объяснил, я поставил Александру Егоровичу, и, ну, от автора все поставил в туфешку, и изначально ставлю. Но там где? А, там где. Кали островок смели, я раньше еду, островка нема. Я иду прямо в администрацию Президента. Значит, тут иду, значит, в середу иду по площади. И стоять, в середу нельзя, хорхожая я схеме, раз, в середу, и пошел, ничего не сказать. Захожу туда, я, может, лично говорю, конечно. Не буду это говорить, не треба это вам знать. Цикаво, який контекст, верш, написал. Да. Ну, и зашел туда, в администрацию, я кого хочу бачить Президента Александра Егоровича, а его нема. А я так раз был одзирован. А никто не видал, я, коли, говорю, приехал сюда Буш, вы его нашли? Ну, не знаю, Буш не приезжал, так Буш не приезжал. Я громадяни Республики Беларусь. Я приехал, я хочу бачить своего Президента. Я достаю паспорт, показываю, вот паспорт, дайте себе, в военный час военный билет не даётся в руки. Поглядили, поглядили, ваше прозвищение, Иванов, старший прапорщик Иванов, я записал. Вот, когда я это вяждаю, я вашему Президенту, значит, пишу ультиматум. Я пишу тут, ты, сука, ли я тебя не боюсь, все, коли это не так, приезжай до мене, пишу адрес, без аховы, и поговорю, машина с машиной, и ставлю автограф. Такой передастёг Александру Григорьевича. И он взял, не знаю мне, чтоб наповеду не передал, побачил, человек, может, взрушенный креха был. Вот, а верш таки был? Я начал разваливаться, что нечто это самое. Я скажу, чего мне бояться, и чего нам белорусам бояться, коли в каждом роде есть дяды, прадеда, які прошли влаги, колыму, у меня два дяды прошли, и чего уволить на этой земле жить, коли бояться каждого, пробачиться, за вырос выскочку. Сатана, расскажу небылицу я, як приснился мне Сатана. Не приснился жахливый сон, Сатана сел на дольный трон. Ваше справа не верить мне, поклониться ему, Сатане. Бо теперь не могу молчать, кольки можно было чакать, Ускрывается зну печать, кожны выберы долю са, Завтра выборы белорусам. Люди, слухайте, что скажу? Есть прородство, я не хлушу. Не поверите сонне мне, Роги верните, Сатане. А як вырастут роги знов, То наяви тады без снов, Зыркни инши шкляны выскал. Правду скажете, я казал, Кто я такий, каб верить мне? Что ж, поверьте тады, Сатане. Я вы бачите кожны дзень, Вы по телику. Дзень и дзе, Я вы можна я щас устрэць, Нават просто сарод людей, Дзаховаю. Накармил юно жонарод, Тольки выйдзе на дварод, А дрягнецца нам, Змова, змоваю. Ты нам пальцем яго покажи, Буде гэдат тады, як жыць, Поблач с дьяволом. Падманул, бэк нехай дряжыць, Жаба, жабаю. Пальцем кажете показать, Показать, да я ще рассказать, Даць попробовать. Добро, слухайте. Перед вами стоит поэт, Перед вами яго портрет. Сатана гэта люди я, Тольки розница ёсь одна. Йон на золоте посидел, А я у холоде поселел. Йон бастард, а я просто бард. Йон великий, а я малый. Гэта выклик для сатаны. Я не веду, як тут быть, Мо подкарате што робить, Ну на ошто мне божий дар, Як дзя кров преподобна тварь. Слухай, Господи, слухай, Русь. Йось прародство на Беларусь. Короткевич давно писаў, Бог спускаўся ёу воскрасаў, Угородни. Миленкевич вся пера туль, Под махчымые свисты куль, На уладу смело рушў за Беларусь. Слухай, Господи, слухай, Русь, На бой с дьяблом. Ну на ошто мне божий дар, Як две кропли падобны тварь Лукашэнков. Я бастард, а я просто бард, Кудласевич. Я даўно ёго правяраў, Сё терпеў ёй, Сё чакаў, Мо помылка, Я семнадцать прайшоў Голгоф. Людзі, милая, я не Бог, Просто хлопец, Дык чаму-то да трэці раз Перакруцваецца парнас на Голгофу. Не бастард я, а просто бард, Кудласевич. И на ошто мне божий дар, Як две кропли падобны тварь Лукашэнков. Я цапер на сваю бяду Отпустил сабе бараду, Смезно учуецца тут и там, Ты падобны став да Хрыста, Не распятаго. Вось две тысяча шосты год, И на ошто мне мой народ терпеливый, Вось весна на пороге дзе Отшываю, што быть бяде. Малпа Бога, этой дадзіны бацька ў тварь, И на ошто мне божий дар Глохнуць людзі. Шэсь гадоў я за пар маўчаў, Ешчапушкин калісь казаў, Цар ад Бога. Не прайшло и двухсот гадоў Перакручваецца на ног. Цар ничога, коль ки сечена с плеч гаў, Помста дечная за жидоў, тварь ў пекле. Йось под соняў, вёска бобр, Вы шпакатонетецца, Йон добрый, мо ослепли. Тут мой подпиў. И ставў я подпиў свой голубком. И, знача, першим у нас на заводе был Зарецкий. Я так усиливо являў. Пустиў по людях, и хай люди подписываўтся, И такую, знача, баўну пустиў. Зарецкий такі, Володя, был цікаво чеў, Йось он на заводе працоў. И он раз в раз поглядел, ставў число, ставў подпиўси. И, знача, другим берў. Третьим. Тут ёст лумачаў. Йоська бобр, может, они ведеў. Йоська бобр. Рубский район Минской области. Александр Пушкин, ведомый белорусским астак, расписываў храм у своўродной версти бобр. Грошей за работу не взял. А замес на гонорару попросиў у весового батюшки дозвол намалювать сцену страшного суда. Светар, ничога не подозрўючи, погодзўся. Теперь, поглядяў на страшный суд версии Пушкина, приўжаўт на адз Америки. А справа утыў, что замес каноничних героў святого писаўня, а лец разместил ў пекле нестандартную композиціў, включаючыў, узначалюў ёе президент, який зараз жили ёкюреге держав, як зараз шли патреарх ўсяў Беларуси, митрополит Филарын. А крамя ёх, по наркованню Пушкина, гарантованна, попадуть ў пекле стукачы, амаповцы, што воюў дубінками супра свого народа. Скайпене царпиў пругожаў образ Христа, які трымаў ў руках разгорнутое добровесце. Сторонки вечной книги пустыўе, а лезусиў не по причине гряноты богамаса. Просто Александр Пушкин переконанны, што ў царкве збудавана для беларуских прихожан, ў беларускай селе Бобр господнаш Иисус Христос повинен размовляў со своў паствоў на ёе родной беларускай море, якая была дадзена беларускому народу Богом. Тройчы звертаўся в мостах даме препарата Филареда с просьбеў блаславиў написанне «Ойча наш» і словоў Евангелия атмацвеў на Богом дадзенай нам мове, зацведжаным канонічнім перакладзе, але адказа так і не трымаў. Боўш того, хран збудаваны ёшо ў 95-м годзе, да гэта час ў не освечан у душках. Матеріал ўзятыз книги Вероніки Чаркасавы «Чарвоным под белому» журналісткі беларускай діловыў газеты, зверскі забітаў невідомамі своўе патарў ў 2004-тым годзе. А я ж ведав гэтаю журналістку, інтерўю брала, калі выходзіла в панталоге Веронскай епитафіў. Да гэта імені можна дадаць яшчэ проззіщі Карпенка, Захаранка, Красовска, Завацкі, але гэта ўжо палейтыка. Брудная справа, я так не думаў. Польскуць треба душыць сублениў. Гасподь ёсць. Ось такі веш. Којас Булıma шва буќ. І entender хо protection хеў б measuresѣ ш opacity. Аж ба hundredиѣ шumsyка шternalу.